Добро пожаловать на программу Вести Карачаево-Черкесия. События пятницы в репортажах наших респондентов. В Карачаево-Черкесии вручают новогодние подарки от полномочного представителя президента России в СКФО Юрия Чайки. Накануне сюрприз преподнесли воспитанникам дома ребенка в Черкесске и двум многодетным семьям. Сегодня новую газовую плиту передали семье Хакуновых из Аула Беслиней. Во всех семьях воспитывается по шестеро детей. Акция проходит по инициативе полпреда за счет его личных средств. В Управлении Федеральной службы судебных приставов рассказали о новом законе, вступающем в силу с 1 февраля будущего года. Должники получили право на сохранение прожиточного минимума на счету при взыскании за должности. То есть на счету у неплательщиков останется как минимум 12 654 рубля, то есть прожиточный минимум этого года, а в следующем он составит 13 890 рублей. Чтобы воспользоваться таким правом, должнику необходимо будет в обязательном порядке обратиться лично с заявлением подразделения судебных приставов, где ведется исполнительное производство. В первую очередь должник гражданин должен прийти в структурное подразделение, в котором ведется исполнительное производство и подать соответствующие заявления. Обязательно в заявлении необходимо указать фамилию, имя, отчество, место проживания, место пребывания, номер своего телефона и дата и номер исполнительного производства. Обязательно при подаче заявления должник должен указать реквизиты банка, счет на котором будет сохраняться прожиточный минимум. И следует отметить, что это должен быть обязательно один счет, который находится в одном банке. На основании тех данных, которые должник укажет в своем заявлении, судебный пристав исполнитель выносит соответствующее постановление, которое направляется для исполнения в банк. Вести из оперштаба. Сегодня в Карачаево-Черкесии выявлено 67 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии общее количество заболевших составило 31 787 человек. Из них 27 902 выздоровели. 473 человека госпитализированы. Уникальная площадка для реализации потенциала волонтеров. Совсем скоро в Карачаево-Черкесии откроется первый ресурсный центр. На данный момент ремонтные работы завершены. Устанавливается необходимое оборудование. О задачах и функциях ресурсного центра расскажет наш корреспондент Алихан Лепшоков. Ресурсный центр для волонтеров позволит повысить качество работы по развитию добровольчества в регионе. Совсем скоро завершится ремонт помещения и в комфортных условиях можно будет эффективно трудиться во благо добрых дел. Как отмечают представители Министерства по делу молодежи Карачаева-Черкесии, данная площадка позволит улучшить навыки общественной деятельности и сформировать новые направления волонтерства. Следует обратить внимание на то, что в настоящее время ведутся активные ремонтные работы помещения. Общая площадь более 150 квадратных метров, в котором будут размещены кабинеты. Инфраструктурная составляющая для ресурсных добровольческих организаций, региональных федеральных штабов Карачаево-Черкесской республики, реализующих свою деятельность на территории Карачаева-Черкесии, федеральных штабов федеральных акций, волонтерской и добровольческой направленности. Ресурсный центр даст возможность повысить уровень компетенции волонтеров и сформировать эффективные механизмы поддержки мотивации добровольческого движения. Помимо этого, очень важно отметить, что особый фокус будет сделан на то, как мы будем взаимодействовать с лидерами волонтерских организаций, общественных объединений и тому подобное. Потому что огромное значение в развитии Института добровольства в республике связано именно с ними. Ведь это они будут примерами для подражания с одной стороны, а с другой стороны руководящими началами, которые будут максимально способствовать вовлечению в орбиту своей деятельности большого количества людей. Нам приятно, что мы сможем теперь реализовать множество новых идей, получить необходимые знания, отмечают представители волонтерского движения. Так как на сегодняшний день добровольчество позволяет формировать нравственные ценности и способы раскрытия активной гражданской позиции в решении социальных проблем. Для меня открытие волонтерского центра – это очень большая задача на территории Карачао-Черкесской республики. Потому что здесь происходит возникновение волонтерского движения. Именно по части того, что многие волонтеры могут быть задействованы на мероприятиях. Такого не было еще на территории Карачао-Черкесской республики. Это один из важных моментов стоит учитывать, потому что даже при проведении мероприятий – это очень важная задача. И большая надежда для того, чтобы многие ребята и девушки могли себя задействовать на такой основе. Совсем скоро первый ресурсный центр распахнет свои двери для многих добровольцев республики. В Доме правительства вручили дипломы и почетные грамоты победителям регионального этапа двух всероссийских конкурсов на лучшее сочинение о своей культуре на русском языке и лучшее описание русской культуры на родном языке. На мероприятие побывала наша съемочная группа. Подробности расскажет Мурад Женгезов. Всероссийские конкурсы призваны возродить традиции написания сочинений как самостоятельной творческой работы, направлены на поддержку и развитие ценностей традиционной народной культуры, осознание языковой идентичности учащихся. Дорогие ребята, мы очень гордимся вашими успехами и достижениями. Каждый из вас для нас сегодня уже является победителем. Именно вы проявляете интерес и любовь к родному языку. Я поблагодарю также наших коллег, дорогих учителей, которые вели вас к этой победе, которые помогали, наставляли. Я хочу поблагодарить и родителей ваших, которые поддерживали вас во всех начинаниях. Дорогие ребята, я желаю каждому из вас и вашим родным крепкого здоровья в наступающем новом году, успехов в учебе, новых побед и новых достижений. В конкурсном отборе участвовали 148 работ из всех муниципальных образований Карачаева-Черкесии. Победителями регионального этапа Всероссийского конкурса сочинений стали 9 учащихся. Отрадно отметить, что двое победителей регионального конкурса стали победителями и федерального этапа. Участие во всероссийских конкурсах имеет большое значение в нашей работе. Благодаря им повышается читательская активность подростков, развивается социальная и творческая деятельность. В процессе работы у них появляется дух соперничества, желание победить. Благодаря этому повышается престиж грамотного владения русским языком и знания художественной литературы. Многие из награжденных учащихся впервые оказались в стенах Дома правительства. От былого смущения не осталось и следа. Дети с удовольствием фотографировались и принимали поздравления с наступающим Новым годом. Мурат Сангёсов, Роберт Джигутанов, Вести Карачаево, Черкесия. Ну а сейчас время прогноза погоды. Слово нашим синоптикам. В Карачаево, Черкесии ночью и утром местами небольшой снег, изморозь, ветер южный 5-10 метров в секунду. Температура ночью минус 13-18, местами до 23 градусов мороза, а днём 3-8 со знаком минус. И в горах местами 9-14 ниже нуля. Дорога гололедится и снежный накат. В Черкесии без существенных осадков, ветер южный и 5-10 метров в секунду. Температура ночью 14-16 градусов мороза, а днём 4-6 ниже нуля. На дорогах гололедится и снежный накат. Мы всегда ищем настоящее. То, что делает нас собой и позволяет быть такими, как мы есть. То, из чего состоит наша жизнь и что придает ей ценность. Наше будущее – это ведь тоже настоящее. Только оно придает жизни глубину, цвет и вкус. И поэтому так важно уметь находить и ценить своё настоящее. Внимание! С 21 по 25 декабря распродажа белорусской кожаной обуви для проблемных ног. В городе Черкесск, улица Горького 8, Центр развития предпринимательства. Это «Большие вести». В прямом эфире мы продолжаем. На нашем телеканале завершились съёмки новогодней программы. Они проходили в новом павильоне с новыми декорациями. Участниками программы стали известные исполнители нашей республики. Также приехали представители Дагестана и Ставропольского края. Артисты подарят свои лучшие музыкальные номера и в каждом отражается свой самобытный национальный колорит. Итак, уже в понедельник в 17.15 выйдет первый выпуск новогодней программы «Добрый вечер, Республика». «Потолок ледяной, дверь скрипучая». У меня дома два тигра есть, таких тигров мы на сцене увидим. Абсолютный мистер Икс. Я не знаю. А ты гавапа, а ты гавжача. Это был очень веселый Новый год, потому что мы праздновали его посреди этого села. Звенит январская вьюга, а ливни хлещут упруга. Весело, весело встретим Новый год. Келем, сектын, боин, да, ой, 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 да. Я, ю, юр, гам, келеды, ой, 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 да. Карачаево, Черкесия, мой родной чудесный край. Карачаево, Черкесия, мой родной чудесный край. Карачаево, Черкесия, мой родной чудесный край. Войсковой запас у нас не иссяк. Будет очень весело. Всех нас волнует, что же нас ожидает. Я хочу развить эту книгу. Я хочу развить эту книгу. Я хочу развить эту книгу. Тик-ток часики идут, а стрелки-носики бегут в страну поздравить с Новым годом. 27, 28 и 29 декабря встречаемся на телеканале «Россия» в 17.15. В 16-ю гимназию Черкеска поступил спортивный инвентарь. Ранее воспитанники спортшколы обращались к главе республики Рашиду Тимрезову с просьбой помочь приобрести новые макивары для карате и кикбоксинга. В канун Нового года их мечта осуществилась. Подробности у Али Баташева. 10 декабря на прямую линию главы республики Рашида Тимрезова дозвонилась жительница Черкеска Наталья Крючко. Мой сын занимается карате и кикбоксингай в гимназии 16 города Черкеска. На тренировках, к сожалению, совсем не хватает макивар, то есть нет инвентаря. И могли бы вы поспособствовать приобретению инвентаря для карате и кикбоксинга 16 школы города Черкеска? Наталья, добрый вечер. Сейчас наш разговор слышит и мэр города Черкеска. Я думаю, что он до конца года, даже может в течение следующей недели, вопрос с приобретением инвентаря для секции обязательно решит. Через 13 дней вопрос решился. В спортивную секцию на базе 16 гимназии поступил долгожданный спортинвентарь. 15 макивар для кикбоксинга и 6 для карате Кио Кусинкай. В торжественной обстановке все вручили спортсмену. Катализатором звонок поступил. Мы все равно школы городские приобретаем, инвентарь, оборудование всегда по возможности. Ну вот это у нас теперь получился как новогодний подарок. Это мы специально выбирали с официального магазина «Рейспорт». Там качество и амортизация созданы так, чтобы нагрузку на суставах и спортсменов снизить. Арина Гончарова занимается в карате уже 5 лет. Вместе с более опытными спортсменами в ходе спарринга она по достоинству оценила новые макивары. Там можно хорошо научиться бить и самооборону развить свою. Как ты к сегодняшнему событию относишься? Я очень рада и хочу сказать огромное спасибо. Макивары прекрасные, очень хорошие, современные, просто очень-очень-очень и очень нужные предметы для ведения спорта. Восточное единоборство карате и кикбоксинг, которыми занимаются в 16-й гимназии Черкеска, это полноконтактные виды спорта. Приобретенные макивары дадут возможность нарастить силу удара, чтобы спортсмены понимали, с какой жесткостью можно пробивать соперника, говорят тренеры. Совершенствование мастерства приведет к более успешным результатам на предстоящих соревнованиях. Али Баташев, Мухаммед Ашибоков, Вести Карачаева, Черкесия. Такой была пятница в Карачаево-Черкесии. Приятных вам выходных и ждите вестей.